Приветствую вас, с вами Дневник Нищеброда И сегодня я немного поснимаю у себя дома Поскольку я немного задержался И у меня теперь есть сотрудник И я могу себе немножко это позволить Потому что офис все равно вроде как работает Но это не точно Не точно прежде всего потому, что на самом деле сотрудник делает свою работу И сейчас я его только ввожу в экскурс того Я над ним делаю больше работы, может быть, чем она По факту делает этой работой Делает какой-то результат И по сути, пожалуй, я хотел поговорить именно о ней Об этом, можно сказать, первом наемном сотруднике Поскольку все остальные работали со мной по сделке А на этот раз я получил работника, который в наличии у меня под рукой И я даю ему задачи, которые не имеют какую-то конкретную итерацию А какие-то мелкие поручения И это, ну, больше, наверное, как ассистент Или помощник дизайнера Ну, что-то в этом роде Вот, и это новая профессия У бизнес-молодости это называется многорукий руконог Конечно, это очень любопытно Это новый опыт И на самом деле Когда я смотрю какие-то наши, ну, роли Я пересматриваю то время, когда я работал, допустим, у Якуша или у Сиротова И был на ее месте А Сиротова или Якуша на моем теперешнем И это очень любопытно И, наверное, заставляет появляться новым нейронам Нейронам связям в голове Потому что, ну, эта смена ролей Очень необычна, очень интересна И является хорошим толчком для очень многих промышлений Создания новых идеологических концепций вокруг этого всего Не, ну, может быть, я действительно преувеличиваю Как часто мне заявляет моя супруга Но для меня это нечто Это какой-то шаг Ну, то есть, когда ты нанимаешь Там четвертого, пятого сотрудника Ну, вот именно в аутсорс Даешь проекты четвертому, пятому сотруднику Это одно А когда ты, в принципе, меняешь модель взаимодействия с ними заново Ты проходишь новые пути Новую тропу Тут еще идея в чем Для такого вида работы Нужно нанимать Ну, не нужно А, как правило, нанимается Человек, который не так сильно опытен Как сильно лоялен И тут именно такой пример Когда девушка только год назад Закончила учебное заведение Опыта именно в дизайне интерьера Там почти нет Она занималась мебелью, по-моему Ну, в общем, менеджер-проектировщик мебели В этом есть сложность Потому что ты абсолютно Ну, очень много всего объясняешь Но ты делаешь это с расчетом инвестирования в человека Который потом будет тебя совсем с полуслова понимать Поскольку, если ты берешь готового специалиста То он действует по своей манере, как он это делал раньше Тут же ты все подпиливаешь под себя И, ну, наверное, дивиденды будут уже с того момента Когда ты подсадишь к ней второго человека И знания будут переливаться Манеры проектирования Все будет переливаться с одного во второй Я могу сказать, что я традиционно не совсем готов То есть, ну, редко бывает, когда ты 100% готов к новому сотруднику И сейчас получается такое, что На уровне планировки для нее по чертежной документации у меня есть работа А вот рабочки еще никакой нету Поскольку я только осчастливил информацией о том Что мои визуализаторы больше не будут чертить Ну, не знаю, считают ли они себя визуализаторами Ну, мои дизайнеры, которые делают визуализацию и концепт Могут теперь не чертить Поскольку в офисе у меня есть человек, который занимается чертежами В общем, эта информация пока что еще не была донесена всем И работы сейчас для нее уже нет То есть, она сделала, ну, там, пять вариантов планировки Сейчас мы правим чертежи, за которые деньги уже не приходят Но, тем не менее, я сразу ей сказал, что будет две недели испытательного срока Того пока что нету большого спора Но я на самом деле не очень готов со своей стороны Вообще, я очень долго ничего не записывал И потерял, возможно, какую-то квалификацию Но за этот период паузы я немного изучил кейси Нейстета И надеюсь, что дальнейшие мои видеоролики будут немного интереснее И они будут дополнены, ну, операторскими и монтажерскими фичами Ну, я так пока что рассчитываю Не знаю, хватит ли у меня времени и энергии на все эти прибамбасы Поскольку это фактически его ремесло А я-то занимаюсь этим как в формате хобби Но, тем не менее, я не терял время Но голос мой, наверняка и речь Очень сильно просели А еще я после болезни этого вообще вот это все На самом деле, эксперимент продолжается Его результатов пока нет Для меня еще остается загадка На какую сумму она согласится Потому что, ну, ту сумму, на которую Возможно, она рассчитывала Которую я заявил на сайте по работе Но я точно на нее не могу выделить Потому что нет этой продуктивности Максимальной загрузкой я ее не испытал Того я не могу еще это объективно заявлять Но пока что есть ощущение, что Что будут торги по цене И это момент не очень приятный Но, судя по всему, его не избежать То есть, что значит не избежать И его по-любому не избежать Но, когда будет дележка интересов Типа, а у вас было написано там 12 тысяч А вы мне говорите про какие-то 6 Я буду вынужден что-то объяснять Почему то-се Могу услышать хороший укор По поводу того, что Так вы же мне не дали толком работы Я дурак И туда-сюда Ну, короче, где-то будут потери Но где-то и нельзя себе позволить эти потери Потому что это прилепится И дальше Ну, в общем Сложная ситуация Не знаю, нужно, наверное, ускорить Либо дать работу по банкам Которых вот так вот в изобили На ей Чтобы, ну, как-то это все Ну, для того, чтобы у девочки была хорошая зарплата Чтобы мне ее было не жалко Я не свои отдавал, а заработанные Ну, хотя бы в ноль от нее Все все равно ради того, чтобы через полгода Она пекла рабочку так Что я бы не успевал ей Клиентов предоставлять Ну, и всех своих визуализаторов Все То есть, чтобы был поток И стопроцентная там Эффективность Максимальная Но вот сейчас Это все инвестирование И хочется Как можно меньше вложиться Безусловно Поскольку я уже временем влаживаюсь Ну, и деньгами живыми приплачивать Просто можно неправильно поставить Поставить неправильно вот этот ритм И потом Ну, в общем, не знаю В общем, это еще тема для рассуждений С которой я стыкаюсь впервые Потому что Всю жизнь 2007 года Я плачу людям по сдельной оплате Все для меня очевидно Мотивация их понятна Мотивация моя понятна Я им всячески помогаю Но зарабатываю чисто на них Без всяких обязательств Со стороны их Ну, какого-то там безделия Я его никогда не оплачиваю А сейчас Сейчас что-то поменялось Мне нужно, чтобы человек работал как нужно Ну, что тут скажешь Это моя игра Я буду в нее играть Продолжать играть Выигрывать Проигрывать Но вот этот влог был именно по этой теме По теме наемных сотрудников По теме моего первого наемного сотрудника Что я переживаю определенно Ну Сложно Ну, то есть Многогранно Всеобъемлюще Разносторонне Я переживаю этот момент Очень многозначно Это непросто почему-то Может быть для меня именно непросто Может быть это в принципе непросто Может быть для всех значимо Но вот сейчас такой момент Поэтому я решил записать это видео Вот Также я познакомил вас С какими-то частями Своей новой квартиры Буду рад Если вам понравится И вы поставите лайк Подпишетесь И тому подобное Но в любом случае Спасибо за просмотр Если вы досмотрели до этого момента То я уже очень рад Спасибо До свидания Живите богато